Программа из глубины Сегодня мы встретились с, не побоюсь этого слова, отцом, с, не побоюсь этого слова, советского Сайхо. Но так сложилось, что не все дети знают, что у них есть отец, поэтому так получится, может быть, что некоторые вопросы будут банальные и заезженные, но... Постараемся их избежать все-таки, давай. Для начала просто вот расскажи, вот прям про начало становления, вот этот советский период, как вообще, ну откуда? То есть мы, мелкие пиздюки, в каком-то мебельном магазине продавались пластинки. Одну из которых я украл, это было Минтрейтерс. Там, как я помню, на обложке чуваки перелезают через забор. Это ваша первая пластинка швыта. Блин, я не знаю, что сказать. Серьезно. Ну такая тема, я уже в 20 интервью это все излагал. Ну куда, вот как еще найти бензин, чтобы еще интересно как-то это еще раз сказать. Ну блядь, ну я думал, ты хоть немножечко подготовился. На пресс-конференциях звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы. Вчера у подворотня, а сегодня здесь. Такая непростая ситуация, когда огромное количество народу просто, ну не знают о существовании. Хрен с ними, невозможно. Отцы, там, деды, регалии. Я не знаю, блин. Я недоволен, я чувствую, что вряд ли у нас что-то получится сегодня. Черт, все пропало, все пропало. Ну с другой стороны, может быть это просто старость как бы уже. Ну старость и пенсия, это когда задают такие вопросы. То есть это когда приезжает корреспондент, пенсионер, и ему вот ничего не спросить по жизни. Надо было нюхнуть что-нибудь, а то действительно тяжелый случай. Опять-таки я столько раз об этом говорил. Ну давай еще раз поговорю. Я не люблю наркотики. Я с большой антипатией отношусь к наркотикам, и ко всем людям, кто их употребляет. Не люблю алкоголь очень сильно. Не люблю все, что связано с мясоедием. Не люблю всех мясоедов без исключения. И надеюсь, что многие из них одумаются наконец. Я это никогда не полюблю. Вот что я еще не люблю. Не люблю новые автомобили, не люблю новую архитектуру, не люблю вот эту палку, которую там построили. Я считаю, что наше поколение не так много после себя ценного оставит, в плане архитектуры уж, по крайней мере. Поэтому это я все не очень люблю. Ну а что ты любишь, в конце концов? Никто не спрашивал. Я очень много что люблю. И по музыке, и по той же архитектуре, и по тем же автомобилям, и по многим-многим абсолютно другим темам. Но я люблю, когда что-то не шаблонное, что-то не стандартное. И то, что может просуществовать долгие-долгие десятилетия, и при этом представлять из себя какой-то интерес. Самое ценное, мне кажется, у нас в жизни, это когда то, что ты сделал, или кто-то сделал, может существовать долго-долго-долго и быть востребовано. Ну, допустим, вот Александр Сергеевич Пушкин всего 37 лет прожил. Кстати, вот дуэль не так далеко отсюда его была. Но при этом его произведения настолько актуальны, что они будут актуальны еще столетия вперед, и может быть и больше. Это говорит о том, что все было сделано, придумано с душой, без каких-либо мыслей о заработке. А просто это шло из космоса и от души. Ну, ты, в принципе, если говорить про заработок, можно сказать, что похудел как бы. Ну, это, ты знаешь, те люди, которые в порядке имеют свой вес, обычно они как раз больше зарабатывают. То есть, если ты посмотришь на людей с низким достатком, в основном у них как раз проблема с ожирением и спрощим, потому что они едят вообще все подряд. Они закидывают в свою топку, как в помойку, все подряд совершенно. А те люди, у которых есть возможность выбирать, и есть какие-то умственные способности, которые могут что-то почитать, поинтересоваться информацией, что лучше, а что хуже есть, те приводят себя в порядок. Я пытаюсь это делать без большого количества денег. Сколько ты зарабатываешь? Окей, сколько ты зарабатываешь? Нисколько. Мы дали в этом году три концерта, потому что мы занимаемся записью. И поэтому мы не зарабатываем. Мы зарабатываем другими абсолютно, вернее, ну, как мы, я. Одним, все мои остальные члены группы, какими-то другими способами. Мы пребываем в андеграунде, занимаемся сейчас записью альбома. Мы сейчас совершенно не занимаемся концертной деятельностью. Ну, это очень действительно классно. Сейчас получается, что музыканты, ну, как бы, в большинстве своего, идут на поводу у поклонников, ну, то есть, как бы, ну, чтобы давать то, что поклонники просят. А новое поколение, они что они просят? Хайпанем немножечко. Никогда не получишь ничего нового, если ты будешь все время опираться на спрос сегодняшней публики. Потому что сегодняшняя публика, она все время буксует. Она не может сама диктовать что-то новое. Новый должен диктовать какой-то новый лидер, какой-то новая состоявшаяся какая-то звезда, новая личность какая-то с новым абсолютным мнением, с какой-то новой идеей. Самое главное — это новая идея. И никогда новая идея тут же сразу же не будет востребована. Не знаю, возьми там любую какую-то группу, там, не знаю, там, вот Битлз, допустим, они тоже вначале играли по каким-то кабакам со стульчаками у себя на шее. И никто их не знал, понятия не имел. Но потом возникла какая-то идея, музыка пошла немножко в другое русло. И это через некоторое время стрельнуло очень сильно вверх. Но может дело в продюсере, если говорить про Битлз? Возможно и в продюсере, но продюсер зачастую это не тот человек, который придумал, а тот человек, который увидел эту идею и подкинул бабла. Вот, в принципе, зачастую, что такое продюсер. Ну, в данный момент сейчас люди сами как-то крутятся, и для этого есть хороший инструмент, как ВКонтакты, вот эти вот, то же самое, Фейсбук. Это все понятно, но сколько бы ты не крутился ВКонтакте, пока у тебя идея какая-то свежая не возникнет, толку от никакого не будет. Я так считаю. Не, ну, с другой стороны, простая идея, как бы, покрыть друг другу хуями под электронный бит, как бы, и собрать при этом, как бы, тысячу человек народу на стадион. Возможно, но все показывает время, насколько ты востребован будешь дальше. А, насколько долго это будет. Да, да. У нас полно вот таких групп, там, типа, как грибы, которые сейчас уже там никто не вспоминает. То есть кто-то выстреливает на полгода, а потом все. Это говорит о том, что это было как спонтанно и неактуально на долгий срок. Ну, а, кстати, про музыкальный. Вот я заметил, у тебя один трек, называется «Завтрак». Ну, неплохая вещь, как бы. Это не моя песня, это песня моего друга. И он просто попросил меня сыграть на гитаре. Потом он понял, что он спеть ее сам нормально не может. И я тут же на студии еще ее и спел. Ну, вот, в общем-то, вся история. Ну, это не сайт-проект? Это не Минтрейтерс. Это просто даже сайт-проектом назвать как-то... Подарок? Да, да. Я, по сути, просто день потратил. Ну, а не было идеи, как бы, продолжить? Потому что весь, по сути дела, классный. Мне не очень интересно заниматься таким жанром. Если бы мне хотелось именно музыкой зарабатывать, понятно, что надо было бы вот куда-то в эту сторону метить. Или... Ну, в любом случае, подальше от рок-н-ролла. Понятно. Вот. Ну, смысла нету, я считаю, никакого. Жить и все время стыдиться того, что ты делаешь. Ну, смотри, вы же не только записали ее как аудио. Ну, аудио-трек. Там, как бы, простенький, но ролик. Ролик был снят через долгие-долгие годы после. Записано это было в 96-м году. А снят ролик был, по-моему, если я не ошибаюсь, какой-нибудь там 2004-2005. То есть почти 10 лет прошло. Просто так совпало, что я в этот момент был в Москве. И вот этот мой приятель Антон, который тогда, когда мы писали, он жил в Кельне, сейчас он живет в Берлине, сам он тоже из России, тоже он был в Москве в этот момент. И решили просто спонтанно что-то сделать, поскольку звезды совпали. Вот только так это произошло. Ну, вот сейчас, смотри, как бы положение такое. Ну, понятно, политики не касаемся. Там, кризисы, не кризисы, там, Навальные, не Навальные. Но вот как раз вот на этой почве, как бы, прикольнее же было бы, наверное, может быть, в Германии, как бы, загаситься подальше от этих кризисов. Ты знаешь, сейчас очень сложно сказать, где ты себя можешь чувствовать более защищенным. То есть, по-моему, сейчас в Германии и вообще в Европе полыхнуть может в любой момент. Поэтому мы абсолютно не в самом плохом положении находимся, живя в России сейчас, с точки зрения safety, с точки зрения безопасности. Я так думаю, что сейчас в любой момент в Европе, я это говорю с содроганием, потому что у меня, в общем-то, два из моих трех сыновей живут в Кельне сейчас, но в любой момент там может грохнуть что-то. Это уже 20 раз были теракты, очень серьезные. The mass sexual assault of 1200 women on New Year's Eve by as many as 2000 men. The attack had huge political consequences over the year that followed. But as Malen Larsen found out, very few legal ones. Именно на почве вот этих вот арабов, что ли, как? Если смотреть на поверхности, то да. Если смотреть вглубь, то это, мне кажется, долгоиграющий процесс, проплаченный кем-то. Не знаю точно кем, но это ясно, что задача глобальная – навести побольше хаоса во всем мире, абсолютно во всем, то есть включая Соединенные Штаты Америки и где угодно. Чем больше будет хаоса, тем тому, кто хочет этого хаоса, лучше. Но это как в рептилоиды, что ли, получается? Слушай, я не знаю, кто это точно. Это могут быть, например, какие-то банкиры, у которых какая-то своя долгоиграющая игра в голове, которые хотят, я не знаю, ну вот сейчас, допустим, с долларом чехарда творится, говорят, что в Америке уже государственный долг такого адского размера, что если не произойдет никакой войны, то их ждет какое-то кошмарное будущее. Может быть, в этом что-то. Понимаешь, очень сложно разглагольствовать, не имея никакой информации. Ну вот Руслан Пурген, по крайней мере, точно знает, что это все дело рук проклятых американцев, которые в том числе подкупили Чачу из Наива, и всех прочих, которые не стали на нашествия выступать. Вот этих дебилов, которые отказались от нашествия, вы эти группы запомните. Они работают на США. Я мыслю так, что если это лежит на поверхности, то, видимо, дело не только в этом, поскольку, ну вот у нас общее мнение, что во всем виноваты американцы, а в той же Америке постоянно происходят теракты, убийства в каких-то школах и так далее. это говорит о том, что и американцы сами под ударом. Ну, достаточно вспомнить 9-11. И, видимо, тут какая-то глобальная имеется сила, противопоставляющая себя. Англичанка гадит? Нет, да я думаю, что это какая-то гиперсила, не имеющая четкой национальности. Может быть, что-то даже космическое. Я не знаю. Может быть, это какая-то, ну, грубо говоря, какая-то мафия, имеющая очень большие капиталы. В тени, да. В тени, да. Которая добивается того, чтобы как можно большее количество народа на Земле пребывало в страхе, и чтобы этим народам было легче управлять и иметь какие-то дивиденды с этого. Мне так кажется. Я не знаю точно. Ну, а вот интересно, что за мафия? Вот, возможно, это Попсовая в главе с Киркоровым. Как так получается, что в России, вот где мы живем, в Сокобилии, на таком месте, что практически вы единственны, практически. То есть никого больше нет, никто не играет. Да нет, ну, есть немножко. Но эта музыка, она везде в загоне, в общем-то. Я не могу сказать, что она где-то хотя бы там в топ-20 по популярности находится. Ну, нигде этого нету. Да. Конечно. Ну, по крайней мере, если мы знаем какие-то имена, в том числе они же и приезжают, те же вот Coffin Shakers, Mad Sin приезжали. Ну... Да много кто приезжал, но это уже их можно посчитать не по пальцам руки, а целыми как бы, ну, блоками. Но в России как бы Минтрейтерс и все. Ну, условно говоря. Ну, не считая там каверщиков. Ну, если посмотреть вообще, ну, допустим, в Европе, количество групп там все равно гораздо выше, чем у нас. Поэтому там и сайка больше представлена. Там, в принципе, публика больше заточена на то, чтобы ходить по рок-концертам. Она как-то больше к этому приучена. У нас и население меньше, и групп меньше. Ну, 114 миллионов это... Ну, для такой огромной территории это вообще ни о чем. То есть, если в Германии там 170 миллионов, которая плевок на карте, по сути, по сравнению с Россией, ну, что тут говорить. У нас нету большого спроса на это, к сожалению, еще. У тебя нет такого мнения, почему вот так вот? То есть, лично вот мое мнение, что на протяжении там лет 25 на сцене, значит, в юбке пляшет Филипп Филиппович. Там полно таких же персонажей. Я не знаю, там, Кончита Вурс, пожалуйста, тебе. То есть, сколько хочешь такого же. Я не могу сказать, что мы в этом плане каким-то образом отличаемся. Но публика у нас, конечно, немножко более зашоренная. На какие-то прогрессивные концерты ходят именно тусовками. Люди, которые знают. Ну, вот, допустим, я недавно был на концерте Никеева. Был полный зал. Полный зал. По очень дорогим билетам люди пришли. То есть, в принципе, знают. Есть прослойка, которая знает хорошо. Ну, а в целом, это узкое получается. Узкое свой клуб такой, клубешник. И все друг друга знают. Почему, собственно, и вопросы, как говоришь, все обсудовали. Да никто этого еще не видел и не слышал. Думаю, все равно, что не надо одно и то же постоянно прогонять в надежде, что это в 35-й раз сработает. Я считаю, что если человек заинтересуется, он сам кликнет пару раз мышкой и найдет другие интервью. И послушает так, этак, и составит какое-то мнение. Музыка очень специфическая и не для всех известная. Все как-то пытаются немножко завуалироваться и чуть-чуть показать свою причастность, но не более того. Я видел там 200 просмотров на одном и 100 на другом. Да, да. За этих 100 человек мы, в общем-то, И трудимся, да. И работаем. Да, да. Получается, что вот когда произошел развал страны, по сути дела рок-то, он двинулся вот вспомни тот же самый Азиншпиц и как еще как-то был Боря Зосимов. Зосимов, да. Стал таким отцом хэви метал. У Зосимова я даже бывал в офисе. Как бы и КТР, какие-то штуки свои мутили. Это можно было смотреть в телевизор, потом раз, все прекратилось. Ну да, ящик обрубили полностью, радио, в принципе, тоже почти что обрублено. остались какие-то робкие попытки и в основном все ушло в интернет. Это так и есть. Опять же, ни для кого не секрет, что то же самое пресловутое наше радио работает по определенному шаблону. То есть, чтобы получить ротацию, про деньги мы не говорим, но тоже должен быть формат. Про любое еще там, не знаю, бит там 170, не знаю, 150. Я не знаю точно, каким образом это у них там происходит, по какой системе, но, скорее всего, подозреваю, что когда группа начинает собирать устойчиво, там, допустим, 500 и плюс человек везде, то, естественно, такие радиостанции, как наше радио, они уже, чтобы группа не играла, они уже более лояльно будут к этому относиться, потому что они сами понимают, что вот на следующем нашествии такая группа была бы вполне уместна, поскольку они собирают, они, значит, лишний народ подтянут. Когда ты собираешь мало, что бы ты там ни играл, про любовь или про огород, неважно, я думаю, что им будет неинтересно изначально. Тут главное мерило, сколько народу ты подтянешь. Вот и все. А попытка развивать именно вкус то есть ни у кого этой мысли даже не закрадывалась. Потому что людей как бы публику паству нужно окармливать, по сути дела. Я считаю, что сама паства, сами наши фанаты должны быть более активными. То есть вот то, что я вижу, допустим, там, что у говнарей происходит. Говнари, они, конечно, говнари, но они более активны. То есть они постоянно, у них что-то бурлит. И в это говнарство вовлекаются новые-новые массы. Ну, в том числе за счет срачей. Происходит срач, как в рэпе, вот эти батлы. И людям интересно, они как-то вовлекаются. Да, да, а тут просто почему-то неинтересно. не прикалывает сейчас, допустим, иностранный язык. Хотя я говорил часто, что не в языке дело. Бывают и на русском языке группы, вот, допустим, я не знаю, пауки взять, отличная группа. Но почему-то не срабатывает, хотя все хорошо, все при них. Понимаешь, и таких групп миллион. Ну, может, не миллион, но там несколько десятков можно набрать, которые играют на родном языке, на понятном, и при этом не возникает почему-то. Бензин в костре не загорается. Мало не было желания там, как бы, что называется, продюсировать, что-то, товарищ. Своей же вот этой рамки. Понимаешь, если бы ко мне кто-то обратился с этим, вот, слушай, помоги нам, приди на студию, сделай нам какой-то звук. Ну, ко мне никто не обращается, поэтому я не знаю, как я скажу, я хочу быть продюсером, пожалуйста. Нет, ко мне не обращаются, значит, считают, что они лучше знают, если они лучше знают, пускай. Мне сейчас, слава богу, есть тоже самому, чем заняться. Нужно каким-то образом закончить запись альбома, и у меня большие с этим проблемы, но дело идет потихонечку, и мы, я надеюсь, может быть, в этом году закончим, наконец, уже вымущивать альбом и выпустим его. А какая тематика? Интересно. Ну, не про политику вы не будете там заряжать, про огороды и про любовь тоже соответственно. Тематика та, которая уместно увязывается с моим мировоззрением, с моими интересами. Ну, и английский язык, естественно. Ну, английский язык понятно, потому что мы играем без географической привязанности, мы играем на весь мир, на все неформальные тусовки в каждой стране, и у нас международный язык английский пока, русский язык не так сильно распространен в мире, вот, и его вдобавок частенько вытесняют, где только могут, вот, поэтому, конечно, английский язык. Ну, вообще, Минтрейтерс концерт это событие, то есть, люди специально знают, что вот будет концерт, надо сходить, ну, то есть, это как клуб, ну, то есть, ну, клуб свои все люди. Не подскажешь ближайшие? Не подскажу. Тут надо лезть в интернет и кнопки. Не, не в этом дело, я сам не знаю еще, то есть, ну, вот, у нас была дата хорошая, когда мы играли с Exploited, потом мы сыграли на кораблике, где все наши питерские сайкобилы могли собраться, сыграли на фестивале нашествия, то есть, ну, когда есть какое-то интересное предложение, мы играем. В принципе, сейчас я стараюсь не отвлекать себя от записи, от всех этих дел, потому что, если опять углубиться в туры, в многочисленные концерты, то я никогда не закончу запись, а уже неудобно, уже прошло достаточное количество лет, чтобы альбом выпустить, уже пора. Ну, я желаю удачи творческой выпуска альбома, все его с нетерпением ждем. Да, ладненько, давай. Программа из глубины